Да, чемпионат мира по шорт-треку на две недели позже чемпионата мира по спринтерскому многоборью. Она просто сейчас, видимо, уедет на 2,5-3 недели в Корее. Ну, открывают забеги опытная Шеннон Рэмпел и Элина Риску. Ну, личные рекорды вы их видите. Я еще буду добавлять, что Риску в первом забеге 39,57 показал, 39,09 был результат Шеннон Рэмпел. Ну, сами понимаете, что вот с результатом 39 секунд на что-либо претендовать сложно. Да, немножечко, ну, надо отдать должное публике. Не так уж и сильно опустили трибуны. Все хотят посмотреть, чем же завершится спор у девушек. Я думаю, они просто сейчас временно покинули трибуны. Да, те, кто ушел, вернутся. Выступление наших мужчин на дистанции 1000 метров. Ну, а потом вернуться, несомненно, к развязке, к ключевой развязке на дистанции 500 метров у женщин. Также нам предстоит сегодня еще одна дисциплина. Понаблюдать за командной гонкой преследования у женщин, где у нас очень плохие шансы. На медаль. Да, завоевать медаль чемпионата мира. Ну, риску не очень здорово получился старт. Проскользнуло и правой ногой, и левой. Ну, вот, глядя на старты и Дениса Юскова, у меня возникло предложение, что колодки стартовые придумать для конькобежцев. Ну, в конце концов, легкоатлеты убегают на 40 секунд на круг. Успевают же убрать за сразу восьми дорожками колодки, чтобы не вмешать дальнейшему пробеганию спортсменов. Почему конькобежцам такую привилегию не предоставить? Финиширует 39-41 Шеннон Рэмпелл. Ну, и сразу вы видите сумму 78,05 секунды. Да, просто складывается время, показанное в первой и во второй попытках. И у того, у кого сумма эта будет меньше, тот и становится победителем. Обе спортсменки ухудшили свои результаты относительно первого забега. Ну, естественно, Рэмпелл пока по сумме двух проведенных забегов выходит в лидеры. Вторая пара у нас сейчас на старте. И вон Дальдоси и Литаянка. Циши Ли, да. Ну, Дальдоси 39-27 в первом забеге. Показала и разделила 22-е место вместе с Екатериной Айдовой. Что касается китаянки, 38-97. Результат ее в первом забеге. Ну, Ли Циши, наверное, вполне могут рассчитывать на большее. И то, что она показала в первом забеге, все-таки немножко не соответствует ее уровню. Ну, может быть, молодая спортсменка. Мы говорили о наших девочках. Там тоже Наташа Ворониной, Лиза Козелиной. Что, в общем, пока тяжело молодым спортсменам весь сезон пройти ровно. Уже соревнуюсь среди взрослых. К этому все-таки тоже надо привыкнуть. Я думаю, что те же слова можно адресовать и Ли Циши. У которой в этом сезоне есть результат из 38 секунд. И здесь она борется до конца. Ну, и повторяет, кстати, свой результат первой попытки. 38,97 секунды. Ну, и Дальдоси на 15,00 секунды спрогрессировала. Сумма Цишили из 78 баллов. Представляем третью пару. Хотя, в общем-то, с большими техническими огрехами финишировала Ли Циши. Ну, Хегебока и Екатерина Айдова. Результат Айдовой 39,27. Хегебока 38,91 секунды. Ну, и Хегебока, если устраивает. Среди конькобежек конкурс красоты. Ну, наверное, одна из главных претендентов на победу была бы. Вместе с Истонкой Саския Лусал. Ну, вам виднее, Игорь. Спасибо. Как мужчинам, я имею в виду. Да, я понял, Игорь. Ни на что-то другое не претендую. Хотя объективно соглашусь, что, да, очень симпатичная девушка. 10,83. Разгон на бок. 10,79. Екатерина Айдовой. Да, ну, Катя, в общем-то, должна выигрывать разбег у Хегебока. Все-таки у Кати повыше, серьезно выше личный рекорд на этой дистанции. Но вот круг, да, в общем-то, и круг неплохо удается Екатерине. В отличие от первого забега, чуть лучше будет у нее результат. И прилично лучше. 38-42. Ну, вот это вот уже больше похоже на то, что Катя может показывать. Некогда чемпионка мира среди юниоров. Рекордсменка Казахстана многократная во всех спринтерских дисциплинах. Ну, вот последние, после Олимпиады пока выдающихся результатов Кати не удается показать. Мы надеемся, что она в элиту вернется. Надежда Асеева и Ирин Смит. Галанка. Ну, Надю, публика тоже очень тепло встречает. 38,599 секунды. Она была 16-й после первого забега. Ну, и вы видите в титре, сколько нужно, какой результат нужно показать, чтобы стать лидером. Очень скромные результаты. Ну, потому что приличное преимущество как раз есть и у Асеевой, и у Смит. Ну, там такой тоже приличный водораздел, скажем так, между группой середняков, которые относятся как раз Смит и Асеева именно по результатам первой попытки и аутсайдерами. Ну, Асеева была очень довольна тем результатом, который она показала в первой попытке. Сейчас Ирин Смит чуть быстрее, чем Асеева на первых 100 метрах, хотя разгоны с кожей 10,6 секунды, лишь в сотых долях секунды разошлись. И здесь Асеева уверенно выходит из большого поворота. Очень хороший бег, чистый. Мне нравится, как она бежит сегодня. И она выигрывает у Ирин Смит этот забег. И 38, 38. Еще быстрее. Да, довольна Надежда. 27,7 ее круг и 38,38 секунды. Результат на втором забеге 500 метров. Ну, и я сразу еще добавлю, что всего лишь 35 сотых ей не хватило до личного рекорда, установленного в Калгари. То есть это, в общем, очень высокий уровень. Ну, и вот то, что мне было, вот ощущение красивого, хорошего бега, Энце Феррари как-то заметил, что некрасивый автомобиль не может ехать быстро. Да, вот красота и скорость, они обычно рядом, они присутствуют, они соседствуют. И в данном случае у Надежды Асеевой все сошлось. И красивый бег, и высокий результат. Ну, может быть, в следующем сезоне стоит уже прицеливаться и разменять 38 секунд. На старте Марши Худи и Шугар Тот. Да, две представительницы американского континента. 38,61 в первом забеге было у Шугар Тот. У Марши Худи 38,44. Ну, вот посмотрим, смогут ли они... Ах, Худи, фальстарт нервничает. Она, в общем-то, достаточно агрессивно повела свой первый забег. Ну, да, вот здесь очень хорошо видно, как ее зашатало, и она не устояла в стартовой позиции. Так и хочется попросить еще диктора по стадиону обращаться к судье-стартеру, чтобы он был милостив к спортсменам. Ну, у каждого своя работа. Такие немножечко похожие по комплекции спортсменки и манеры бега у них похожие. Такой резкий взрывной бег, от которого только крошки льда летят в разные стороны. Одни из самых быстрых разбегов они демонстрируют. Ну, по крайней мере, среди тех, кто стартовал, точно самые быстрые. Но круг по дистанции многие делают быстрее. Шугар тот проигрывает пока достаточно много. Сможет ли она это отставание отыграть малым поворотом? У меня есть определенные сомнения. По крайней мере, борьба на финише будет достаточно плотной. Худи чуть-чуть впереди. Очень плотно, да, на финише. Но хуже, чем у Асеевой и в этом конкретном забеге. И в сумме, значит, Маде еще немножечко поднимется, как минимум, на одно место. Она как раз в первой попытке показала результат между результатами Марши Худи и Шугуртод. Да, Сива сохраняет лидерство по сумме двух забегов. Она опережает Джанин Смит. Но вот опередить Маргот Бур будет немножечко сложнее Наде Асеевой. Помня о том, что Бур бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи. И вместе с ней японка Ирина Камия. Бур 38,3 показала в первом забеге Ирины Камии. 38,15. Ну, 38,67. Или быстрее надо бежать Маргот Бур. Чтобы опередить Надежду Асееву, я думаю, что, скорее всего, этот результат ей будет по плечу. Ну, соответственно, еще скромнее надо результат показать Ирины Камии. 10,7 секунды первые 100 метров. Не выдающийся, прежде всего, для японки разбег. Для Маргот Бур 10,7. Это, в общем, практически норматив ГТО. Как мебопытно. Она руку выставляла сейчас в повороте. Как дополнительное крыло такое для удержания равновесия. И выигрывает 38,31. Да, и у Камии 38,47. Ну, и обе спортсменки обходят Асееву по сумме двух забегов. Хотя Камия проиграла ей конкретно в этой попытке. Больше одной десятой. Того запаса, который она себе сделала по результату первого забега, хватило, чтобы обыграть совсем чуть-чуть Надежду Асееву. Мне кажется, Надя немножечко еще не верила в первые попытки. Какой результат она способна здесь показать. Во второй уже была чуть более расслаблена. И пришел успех. Ольга Фаткулина вместе с Каролиной Ирбановой может быть не лучшая соперница для Оли. В том плане, что все-таки, ну, по-хорошему Фаткулина должна у Ирбановой на 500-метровке много выигрывать. И в первой попытке это много выразилось в четверти секунды. 38-38 ровно у Фаткулиной, причем еще бросившей бежать в последние метры дистанции. И у Ирбановой 38-26. Задержал и засиделась немножко Оля на старте. А Ирбанова хорошо попала в выстрел судьи стартера. Но отметки в 100 метров подравнялись они практически. Даже Фаткулина на 0,03 секунды впереди 10-66. В первом забеге было 10-7, по-моему, у Оли разбег. Ну, надо, надо немножечко позлее пробежать у Оли. Понятно, что шансы на медаль невысоки, но кто знает, надо сделать все возможное. А там уже пусть соперницы претендуют. Да, этот забег тоже, Оля, выигрывает у Ирбановой. Ну, и 37-99. Ну, повторила, да. На 0,01 секунды быстрее, чем в первом забеге. Она становится лидером. Ну, и Сергей Савельев. Андрей Савельев. Андрей Савельев, да, простите, зарапортовался. Сейчас работающий в сборной с Ольгой Фаткулиной. 37-99, Ирбанова, 38-50. Старалась, Ольга, старалась. В старании ей не откажешь. Но будем считать, что вот половину олимпийского цикла, она как бы восстанавливалась после тех усилий, которые были потрачены при подготовке к Сочи. И со следующего сезона ждем Ольгу как претендентку на медали. Ну, может быть, еще на чемпионате мира по спринту что-то удастся ей сделать. Тем временем, восьмой забег у нас на старте. Цзэнг Ю из Китая. Макет Суджи из Японии. Азиатское противостояние. Ну, Юдзинь, 38-м, ровно такой же результат, как Фаткулина, показала в первой попытке Макет Суджи, 38-25. То есть, это, в общем, примерно такой же спор, как только что был у Фаткулины с Ирбановой. Если исходить из результатов первой попытки. Ну, старт хорошо взяли обе, без задержек. Японка быстрее на первых 100 метрах, 10-4. Самое быстрое начало из проведенных вторых забегов, 10-58 у Цзэнг Ю. Да и в первом-то забеге быстрее вот этих секунд, по-моему, только Лесанг, да, Санхвали разгонялось. Ну, там 10-25, ну, 10-23 было, по-моему. Ну, и на финише выигрывает Китаянка. 38-04. И Китаянка проигрывает Фаткулиной. И в этой конкретно попытке, и по сумме. Равно как и Макет Суджи. Ну, от Макет Суджи мы и не ждали ничего такого. Ну, Макет Суджи во второй попытке пробежала чуть хуже. Ну, на 18 сотых. День Ю. Пока вторая. Ольга Фаткулина пока первая. Ну, и уже те, кто претендует на медали. Кадаира и Иванеса Битнер. У Битнера уже я накануне, во время 1000-метрового забега, говорил много добрых слов. Ну, упоминая о том, что ей всего лишь 20 лет. Но она уже так уверенно стучится в элиту. И вчера она стала четвертой на дистанции 1000 метров. Мне кажется, что у Иванесы очень неплохие шансы и поучаствовать в распределении наград на чемпионате мира в спринтерском многоборе. Она, в общем, достаточно ровно бежит и 500, и 1000 метров. И, в общем, такая мощная спортсменка, которая справляется практически с любыми условиями. А в Сеуле будет не самый быстрый лед. Там такой достаточно тяжелый каток. Пограй за 10,6 битнер. Ну, проиграла много на старте, битнер. Ну, кто сейчас сумеет отыграть из этого? Ну, по крайней мере, постарается за счет малого поворота сейчас сократить преимущество японской спортсменки. Не удается это сделать. Да, выходит даже, по-моему, вперед. Сейчас на последних метрах дистанции. Кудаира все-таки выигрывает. Кудаира, да, все-таки четвертая. Но битнер, посмотрите, 38-12, и она четвертая. То есть Ольга Фаткулина сейчас вторая по сумме, да. Да и у Кудаиры преимущество буквально минимальное. Водоса битна в 38-12. Десятый забег у нас на старте. Очень интересный и любопытный. Прежде всего, потому что стартует Юрин Терморс, которая удивила нас всех своим результатом не только вчера на дистанции 1000 метров, которую она выиграла, но и тем, что очень высокие шансы она имеет на то, чтобы попасть в тройку призеров и на более короткой спринтерской дистанции. И ее соперница по забегу, Британи Боу. У которой не очень складывается, честно говоря, чемпионат. Ну, просто мне кажется, что американки очень много сил потратили вот в этой перестрелке мировыми рекордами во время этапов Кубка мира в Солт-Лейке и в Калгари. И эмоционально, мне кажется, что это была их главная задача на сезон. Они в ней преуспели. Они там переписали несколько раз Боу и Ричардсон мировые рекорды. Да, на 1000 и на 1500 метров. Несколько раз. Ну и действительно, начало сезона было определенно разыгранным между этими двумя американскими конькобежками. Ну, Боу, мне кажется, что вот с этой злостью может и хорошо подготовиться к чемпионату мира по спринтерскому многоборью. Может быть, как раз это и цель для нее. В первой попытке был фальстарт со стороны Боу. И вот со второй попытки взять старт обе спортсменки уже неудачно. Боу быстрее на первых 100 метрах. 10,5-10,7 у Юрин Терморс. Но Терморс была быстрейшая из всех по абсолютной скорости на круге. Но сейчас похоже, что Бриттани должна ее обыграть. Хотя Юрин очень здорово проходит поворот. И сейчас будет все зависеть от того, насколько... Да, Бриттани вцепилась уже. Это уже дело чести. Но, смотрите, на последних метрах едва не достала ее Юрин Терморс. 37,73 секунды Бриттани Боу и 37,9 секунды Юрин Терморс. Соответственно, Боу становится лидером по сумме двух забегов. А Терморс одну десятую проиграла. Ну, вернее, девять сотых своему результату в первой попытке. Там у нее было 37,82 секунды. Но, может быть, вот как раз единственное, что может Терморс помешать, это пока еще вот именно нестабильность на 500-метровке. Помешать я имею в виду выиграть спринтерский чемпионат мира. Пока, может быть, вот штамповать, как-то, скажем, Санхвали результаты на 500-ке. Пусть и на чуть-чуть более скромном уровне. Ей пока сложновато. Ну, посмотрим, посмотрим. Хизер Маклин после первой попытки она была пятой. 37,74 вместе с Хизер Ричардсон серебряным призером на 1000 метров. 37,81. Первые попытки, третье время. Ричардсон защищает здесь свой титул чемпионки мира на дистанции 500 метров. Но, конечно, сложно будет ей отыграть то преимущество, которое получила Санхвали в первом забеге. Она была намного быстрее своих соперниц. Ну, Санхвали, в свою очередь, выигрывала чемпионат на отдельной дистанции в 12-м и 13-м годах. После того, как четыре чемпионата подряд выиграла Ени Вольф. Ну и Хизер, что показывает, 37,96 очень скромно для нее. Лишь третий результат по сумме двух забегов. Она проигрывает даже Тер Морс, получается. Пропуская ее вперед, еще у нас одна пара до финиша остается. Ну, все правильно, потому что в первой попытке одну сотую выиграла Ричардсону Тер Морс. А проиграла ей сейчас сколько? Четыре или пять соток? Да, вот так вот на сотые, если иногда и на тысячные доли секунды уже идет спор в спринте. Но это когда не идет речь о сравнении с двукратной олимпийской чемпионкой и мировой рекордсменкой Санхвали. С Хон Джан вместе они стартуют. Они, по-моему, и первые попытки держали вместе. Сейчас поменялись дорожками. Очень скромный результат. 38-23. Да, Санхвали, чтобы сохранить свое лидерство. Правда, нужно не забывать у Китаянки, с которой она бежит эту дистанцию. Она абсолютно самый быстрый круг. 36 соток все-таки выиграла в первой попытке Ли Санхва. Это, в общем, очень большой запас. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Ли такой запас растеряла. Здесь, кстати, будет такая немножко разница в тактике пробегания этой дистанции. Видно нам, очевидно. Ли Санхва очень быстрая на первых 100 метрах. Что касается Хон Джан, то она, конечно, очень здорово отделает. Быстро на последних 100 метрах. Да, очень-очень здорово бежит тот самый круг Шкода. Проигрывая значительно на разгоне, но умеет отыграть. Насколько аэродинамичнее посадка Кореянки. Настолько много сил тратит Ли на то, чтобы преодолевать сопротивление. Сейчас она еще поработает таким рассекателем для Али. В общем, можно уже доставать золотую медаль и выдавать. Но, тем не менее, очень аккуратно Санхвали прошла заключительный малый поворот. Серьезно она выигрывает в этом забеге. 37-43. Ну, вот 37-42 в первой попытке, 37-43 во второй попытке. И в очередной раз становится чемпионкой мира на своей коронной 500-метровке. Что касается Хонжанка, она становится бронзовым призером. Вслед за Британи Боу? Да, вслед за Британи Боу. Британи Боу все-таки завоевывает медаль здесь, на этой дистанции. Возможно, это будет такой сладкой пилюлей для нее после неудачи. Небольшим утешением, да. Небольшим утешением, да, уж точно. После дистанции тысячи метров. И она явно рассчитывала на большее. Ну, она и в прошлом году на чемпионате была серебряным призером. Просто тогда она проиграла Хизер Ричардсон. Вот тогда совершенно удивительно было, как скромно пробежала Ли Санхва в прошлом году в Керенвене. Впрочем, Ли порой бывает очень непредсказуемой. На какие-то старты она совершенно не обращает внимания. Для нее иногда и чемпионат мира проходящий старт. Ну, и вот итоговая классификация. Ольга Фаткулина все-таки седьмая. И одной сотой, ну, одиннадцати сотых секунды ей не хватило, для того, чтобы попасть в шестерку. А, ну, и трехсот двенадцати сотых, ну, трехдесятых секунд, и не хватило для того, чтобы претендовать на награды этого чемпионата. Ну, по меркам современного спринта достаточно много. Да, какой отрыв по сумме двух дистанций в восемь десятых получила Ли Санхва. Она, конечно, безоговорочный лидер на этой дистанции. Ну, уже третий олимпийский цикл. И никто с этим ничего поделать не может. Когда Али хочет выиграть, она приходит и выигрывает. Когда ей это неинтересно, она отдает призы другим. Сегодня ей было интересно, интересно и нам, и день наш не заканчивается. Буквально...